Наше дело! Наше дело! Наше дело! Наше дело! Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Наше дело». Это программа о самом главном, о том, что волнует любого из нас. Это то, о чем каждый может сказать. Это наше дело. Как обычно, мы обсуждаем самые значимые события минувшей недели и при помощи эксперта, который находится у нас сегодня в студии. Это Виктор Гринкевич, председатель Брянского регионального отделения Общественной организации предпринимателей «Опора России». Я вас приветствую, Виктор Григорьевич, у нас в студии. В честь, Алексей. Давайте мы начнем вот с чего. Прошла информация о том, что за минувшие месяцы резко увеличилось число людей, которые остались по вполне понятным причинам без работы. Кризис, санкции и так далее. Люди уходят, вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуски. Ну и просто-напросто идут сокращения. Это касается и каких-то фирм, и каких-то государственных структур в том числе. Давайте мы посмотрим сюжет, который нам расскажет о том, как с этим пытаются справиться в центре занятости, а потом мы это обсудим. Трудоустройство инвалидов, поддержка предпринимателей, помощь молодежи с выбором востребованной профессии, трудоустройство женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Это основные направления, по которым ежегодно работают сотрудники службы занятости. В связи со сложной ситуацией на Украине в прошлом году большая работа проводилась и по трудоустройству беженцев. В результате работу нашли практически все обратившиеся. Это больше двух тысяч человек. В 2014 году ситуацию на рынке труда нашего региона можно характеризовать как стабильную. Уровень общей безработицы снизился по сравнению с 2013 годом на 0,7% пункта и составил в среднем за четвертый квартал 4,5%. Стабильность 2014 года нарушили первые месяцы. 2015-го 239 предприятий и организаций заявили о введении режима неполного рабочего времени и предстоящем в освобождении работников. Вырос уровень безработицы. По мнению начальника управления, этот подъем не будет иметь серьезных последствий. Увеличение уровня регистрируемой безработицы по сравнению с началом года произошло на 0,1% пункта, что является совсем незначительным. Сегодня количество предприятий, заявивших о высвобождении, это 239 предприятий. Численность планируемых к высвобождению 1831 человек. Это на 700 человек меньше, заявлено по заявленному к высвобождению за предыдущий месяц. То есть вы не оцениваете эти цифры какие-то угрожающие, то что за два месяца? В настоящее время нет. Можно кивать, конечно, на кризис. Но дело в том, что основная масса проблем, как правило, в производстве, я сам занимаюсь производством достаточно долго, бывает из-за неправильно принятых решений. Есть определенный временной лаг в зависимости от размера предприятия, объема бизнеса, как сейчас можно говорить. Чем крупнее бизнес, тем дальше нужно смотреть вперед, анализировать ситуацию, принимать решения адекватные. Если возвращаться к нашим предприятиям, крупным машиностроительным брянским, то они завязаны на большом крупном заказчике, там, насколько мне известно, это железная дорога, еще ряд таких серьезных государственных структур, которые размещают заказы. И, соответственно, если они их разместили, то предприятие занято производством. Если этих заказов не хватает, то, соответственно, наступают проблемы. Чем больше процент в заказах занимает один клиент, один заказчик, тем больше предприятие зависит от состоятельности или от экономического состояния этого заказчика. Как в данном случае, что касается железной дороги. То есть сократили они свои заказы на БМЗ и Старозавод. Соответственно, и предприятие лихорадит. Не секрет, что, как правило, выходом из такой ситуации является дробление клиентуры, работа с многочисленными заказчиками, уменьшение объема, может быть, от одного заказчика, но зато увеличение их количества. Это позволяет более гибко реагировать, варьировать. Пусть кого-то шокирует мой вопрос, вот следующий, на эту тему. Кто-то будет, кем-то он будет восприняться в штыки, я допускаю это. Но человеческий фактор. Не зависит ли многое в данной ситуации от людей? Потому что сказано, да, и, ну, чего греха таит? У нас очень многие люди отучились работать. Ведь не секрет, почему считается там японская или немецкая продукция очень качественная? Почему за ней гоняются? Пока еще и у японца внутри, и у немца настоящего, сейчас эмигрантов там много, там разных всяких тоже падает качество, внутри сидит контролер, внутри. Его не нужно дополнительно рядом с ним стоять и смотреть, докрутил он там болт или не докрутил. Доварил он шоу. А из этих мелочей складывается конечное качество, а, соответственно, и как будут потреблять этот продукт, который произвели. Естественно. И все. А дальше экономическая состоятельность уже предприятия, которые вырускают. Вот пока этого понимания нет. Вспомнил сейчас вот старый-старый, еще советский фильм, помните, «Большая семья», да? Там целая династия была, там старше был Борис Андреев, там, они Карабел. Да, Карабел. Там Баталов, там, и до Харитонова, там, до самого, да, и они все были ремесленниками. У нас сейчас, увы, да, вот ремесленник в хорошем смысле этого слова, да, у нас их становится меньше. Понимаете, это процесс. Есть люди, директора, хозяева предприятий, для которых вот то, о чем мы говорим, это не пустой звук. И они занимаются этими вопросами. Премьеров там у него. Условно говоря, воспитанием коллектива, воспитанием людей в коллективе, и не как занудные учителя, а просто объясняют и показывают. Ты пойми, если мы все вместе свое дело будем делать, у вас хорошая передача, наше дело. Так вот, если мы относиться к нашему делу будем как положено, каждый на своем месте, каждый на своем участке. Ведь продукт – это плод коллективного труда. И насколько он будет качественным, зависит от каждого, кто делал какую-то там свою операцию и так далее. Ну, коли мы заговорили о кризисе, то вот такая тема у нас сейчас по стране это просто прокатилось, прямо как акция. И по инициативе главы региона Александра Васильевича Богомаза, это у нас, эта акция, заменяла тоже свое продолжение, это сокращение заработной платы. Александр Васильевич Богомаз начал с себя, что называется, показал себе пример. Вы имеете в виду у чиновников? У чиновников, естественно. Сокращение заработной платы в аппарате правительства. Вот Александр Васильевич сказал, что я сокращаю на 10% свою заработную плату. Ну и, естественно, последовали его примеру. Как по-вашему? Потому что раздались тут же скептические такие голоса. Вот интересно, сократили они себе на 10%, да, и тут же устроят там себе какие-то премиальные там и так далее, и тому подобное. Вот вы можете прокомментировать как-то вот эту новость? Я не стал бы считать это каким-то популистским там решением там и так далее. Потому что у нас любое дело можно, вы же понимаете. Конечно, подать как угодно. Подать как угодно. Это кто нас умеет. Да, да, и скептицизм этот такой врожденный, видно, вот у нас такой народный, он, ну что делать, ну есть. Он присущ, как правило, людям, которых сейчас называют диванными войсками. Я считаю решение правильное. Вопрос в том, что деньги эти, мы понимаем, есть бюджетный кодекс, есть там целая жесткая достаточно система регулирования вот этих всех трат бюджетных. И если смогут, сможет правительство вот сэкономленные средства направить на какие-то вещи достойные, да, 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 которые, ну решить какие-то конкретные проблемы в социальной там отрасли, еще где-то, честь и махвала, это правильно. Это нормально. И я считаю, не нужно тут ерничать. Это нормальное явление. Да, и на себе немножко сэкономили там, отдали это куда-то там, решили какие-то проблемы. Другое дело, желательно, чтобы они потом рассказали, что вот мы подэкономили, решили вот там-то, там-то. То есть, я считаю, что это должно быть достаточно прозрачно, и это... Естественно. Народ это воспримет, как, вот сократили, да, а куда сокращенные деньги пошли? Они пошли туда-то, туда-то. Вот туда-то, по этим направлениям. Да, на такой-то там сквер, дорога там и так далее. Да, да, да. Буквально накануне записи я побывал у главы администрации города Брянска, у Вячеслава Сергеевича Тулупова. Ну, состоялся достаточно такой подробный разговор, и помимо того, что я сразу польстил Вячеславу Сергеевичу, сказав, что от многих очень слышал своих друзей, знакомых, и просто встречая людей на улицах, сказал, что такое бытует мнение, что наконец пришел в качестве главы администрации настоящий мужик и настоящий профессионал. Мы, помимо этого, еще и поговорили о делах насущных. И вот мне бы хотелось сейчас так следующую часть нашей программы построить. Я буду озвучивать вопросы, которые я задавал Вячеславу Сергеевичу, мы послушаем его ответы, и потом вы это прокомментируете. Это получится такая своеобразная перекличка разных ветвей власти, что называется. Хорошо. Вот. И первый вопрос, с которого я начал, как ни странно, да, он касается малоизвестной кому улицы в городе Брянске, улицы Маяковского. Я знаю, что Тулупов там побывал, на этой улице. И я поставил вопрос так. Вот Вячеслав Сергеевич спросил я. Вот, знаете, вот 21 век на дворе, 300 километров от Москвы находится наш город, да, и мы живем вроде бы в современном цивилизованном мире. С чем обращаются люди, живущие на улице Маяковского, главе города? Они обращаются не с просьбой озеленить их участки, не с просьбой построить там детскую площадку, не с просьбой, я не знаю, там, установить им какие-нибудь там тарелки, чтобы они могли качественно смотреть телевизионные программы. Нет, они обращаются в 21 веке, они обращаются с просьбой провести им канализацию. Вот так. Как такое получилось? Давайте посмотрим, что сказал на это глава администрации. У нас в такой ситуации сегодня по городу Брянску частный сектор, не только в Бежице, это и Фокинский район, и часть Советского района, я уже не говорю о Володарском районе, находится именно в состоянии недоступности получения услуг, связанных с водоотведением. Если брать историю, то, конечно, она в большинстве своем была ориентирована и связана с тем, что все водоподводящие объекты, в основном это многоэтажная застройка, это центры, административные центры всех районов, ну и водоотведение, то же самое, естественно, было на это ориентировано. Но частный сектор, он всегда оставался на потом. В целом, я думаю, что и власти недоработка в том, что мы на сегодняшний день, оставляя проблемы частного сектора, вот, на потом, на потом, как бы не жалуются, не жалуются, есть подъездные пути, ну и хорошо. Люди добираются, дорога вроде есть, вот, а то, что там детям нужно идти, нет нормального тротуара и транспортная нагрузка все-таки достаточно высокая на эти улицы. Вот об этом вспоминаем тогда, когда, не дай бог, что-то происходит, что-то случается. Поэтому отдельно эти моменты, конечно, мы сейчас не пожарным путем, мы будем ими заниматься, конечно, с участием и с софинансированием представителей частного сектора. Вячеслав Сергеевич компетентный человек, грамотный руководитель, но опять не надо от него требовать, чтобы он вот завтра сделал всем счастье и решил все проблемы в городе Брянске. Они так не решаются, серьезные проблемы, они копились давно, мы же все это понимаем. Поэтому я призывал бы к такому терпению прагматичному. И в то же время любой руководитель должен показывать, что проблема решается. Вот сегодня вот настолько, завтра вот настолько, показывать эти результаты. Вернусь в нашу с вами молодость, когда я учился в Битме, в стройотряде, мне довелось работать на строительстве второй очереди очистных заоружений. Вот за танком, который варил вот этими руками арматуру, принимали бетон и делали все это дело. То есть получалось так, что еще студентам я уже оказался втянут в решение вот этих проблем. На самом деле надо понимать, что просто отвезти канализационные стоки, куда-то их там в какую-то трубу запустить, этого мало. Нужно подготовить очистные сооружения под возросшие объемы, нужно подготовить канализационную систему, порой перекачивающие станции. Одно влечет за собой так вот другое. Естественно. Поскольку я еще раз говорю, я, во-первых, инженер, во-вторых, все-таки имею к производству отношения, знаю это изнутри, технические проблемы с этим связанные. И еще раз говорю, нельзя требовать от руководителя города сейчас волшебства. Но в то же время поддерживать их, чтобы они эту проблему решали. Ну то есть, грубо говоря, не надо все списывать на отрыжки прежней власти, да, но надо еще показывать... Другое дело, еще раз говорю, надо вот сделали шаг, решили какую-то проблему и показать ее, потому что людям тоже надо видеть, что вы сегодня сделали вот это. Ну о чем постоянно говорит наш глава региона. В том числе, да. Надо не только критиковать, но и показывать хорошую. Да, 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 да. Естественно. Теперь следующее, ну это уже, так сказать, наболевшее, да, из года в год повторяющееся, это по мере наступления весны, это пыль и мусор. Наш телеканал снял сюжет по этому поводу, провел даже небольшой опрос на улицах города, естественно, услышав много веселого и радостного про это. Да, и вот давайте посмотрим сюжет, и заодно после этого посмотрим, что по этому поводу думает глава Брянской городской администрации Вячеслав Тулупов. Ужасно грязно. Вы пройдите по Крахмалево и посмотрите, что под окнами творится. Там вообще кошмар. И бутылки, и банки, и пакеты, все, что хочет. Вот сейчас ребенку ходили. Сколько пыли? Как за михрень идет пыль? Очень много пыли. Буквально утром сегодня мы шли и говорили об этом, что очень много пыли, да. У нас самый грязный город, я считаю, вообще. Действительно, по сравнению со всеми, даже Смоленск, вот когда смотришь, Смоленск вообще чистый. С детьми негде погулять нормально. Все засорено, везде все грязно, везде болото, просто негде. Видимо, снег растаял, и весь мусор, что народ бросал, вот он с подснега и вылез. Очень грязно. А пыли много? И пыли, и мусора. И ничего не убирается. Конечно, грязно. Снег растаял, везде мусор. Не убирается ничего. Пыли много? Очень много пыли. Машин уборочных много. А если выходит, то выходит самый час пик. Город встает. Вот. Грязно, ужасно. Дворников не хватает, не убирается ничего. Ужасно. Нигде, везде. Здесь еще более-менее разметает ветер, а во дворах вообще ужасно. Пыльно? Пыльно. Грязно, лужи, камни, ямы. Вообще грязь. Я сегодня лично звонил в администрацию, вот по 3 июля живу. Такой бардак, вообще ужас просто. Просто вот грязь. Вот я не знаю. Все ждем субботника, потому что стыдно, стыдно за такой город, просто стыдно. Несколько лет тому назад всем дорожным нашим подразделениям удалось тогда при достаточно неплохом вроде финансировании расходов местного бюджета приобрести так называемые пылесосы, которые до сегодняшнего дня должны выполнять свой стыдно и муроль. Импортные, хорошие очень машины, они зарекомендовали себя неплохо, но этого недостаточно. Они сегодня работают, и мы их вывели уже сейчас на работу на всех пока центральных магистралях, там где большая проходимость народа. Вот. И они уже приступили к своей, так сказать, работе. Все то, что надлежит, конечно, сейчас усилить по уборке песка, вот, так сказать, песко-соляной смеси, которая еще вот осталась. Ну и, безусловно, с вами согласен, что из-за того, что придорожье все-таки не имеет достаточно укрепленного покрова травяного, ну, естественно, при дождях, вот, песок, песок с этого придорожья весь стекается, вот, на дорожную часть, и мы тем самым постоянно работаем, ищем способы, как этот песок убирать. Вот. Способов достаточно, чтобы с этим бороться, и сегодня я могу сказать, что один из способов, который мы будем применять уже сейчас в своей работе, это укрепление, укрепление тротуарной, тротуарного пространства не только путем того, что мы будем засевать, вот, травой, вот, у нас сегодня появилась возможность, мы уже приобретаем, уже одно дорожное управление приобрело, вот, измельчитель древесных отходов, так называемых, вот, ветвей, и диаметром там до 25 сантиметров, вот, стволы даже такие, мы измельчаем до опилок, вот, проводим в соответствующие составами окрас, и мы можем, так сказать, на газоны, и уже на это придорожье, в тех местах, где они особо валены, и понимаем, что там трава никогда не вырастет. Вот, за счет таких, можно сказать, ранее мы выбрасывали на свалку, вот эти вот отходы древесины, спиливаемых деревьев, кустарника и так далее, сегодня мы их перерабатываем. С мусором сегодня это согласен, что вот в особенности сейчас вот активное тепло, которое наступило в нашей зоне, оно открыло буквально так называемые подснежники, появились буквально на всей территории города. Ту работу, которую сегодня мы проводим с собственными силами, с участием наших муниципальных предприятий, вот, этого, конечно, недостаточно. Скажу, что сегодня мы стараемся к этому делу подвинуть управляющие компании, которые на своих закрепленных территориях не только во дворах и отмостку должны мести, они должны убирать прилегающую закрепленную территорию. А во многом, я вам скажу, на сегодняшний день, мы вот изучаем ситуацию, многие управляющие компании не удосужились даже своих завести дворников. Кроме того, мы отошли от достаточно такого серьезного подспорья, помощи, это закрепление всех территорий за ведомствами, предприятиями, всех форм собственности. Если формально и было, когда это закрепление сделано, сегодня оно не работает. Спрос есть достаточно основательный, серьезный. Мы пересматриваем сейчас все эти территории, вот, и уточняем, если в этом есть необходимость, будем перезакреплять и приглашать в администрации районов, если необходимость есть и сюда, с тем, чтобы вот за такой вот короткий период до майских праздников город привести в надлежащий порядок. Ну, я бы на первое место, знаете, что поставил? Отсутствие системных стоков, ливневых. Потому что отсутствие нормальной ливневки, оно приводит к тому, что вся грязь остается на дороге, высыхает вода, вся это вот все, что натекло там откуда-то, неважно откуда, оно все остается на асфальте. В лучшем случае, если где-то там с асфальта сделан какой-то сток там в сторону, то стекает туда эта грязь. А основная ее масса остается на дороге. Вопрос вот и на комитете сейчас главный наш дорожник областной докладывал, задавали депутаты ему эти же вопросы. До каких пор вот в Москве там поливают, там не песчаную соляную смесь используют, а некие растворы там и так далее. То же самое, что и на Западе. Ну, мы получали ответ, что это достаточно дорого. Мы сделали депутатский, так сказать, запрос на предмет, чтобы нам объяснили, насколько это дорого, насколько это будет отличаться. И в том числе, вы знаете, зима в этом году была такая бесснежная. Вот, и депутата очень интересовал вопрос, по идее, должны были сэкономить денег. Вот. Да-да-да. И желательно нам бы понять, сколько сэкономили. И куда они. Хотелось бы, чтобы они пришли на ремонт дорог дополнительный. Это все нужно оценивать как бы комплексно. Но задачу мы, например, как депутаты областной думы, перед руководителями нашей дорожной службы поставили. Вот получим ответ. Я думаю, можно принимать будет какие-то более конкретные решения. Я буквально вчера прочел совершенно роскошное высказывание в интернете. Но повеселило оно меня. Звучит оно сейчас по памяти вот так. В России, как известно, две беды. И если с одной из них можно справиться при помощи асфальта укладчика, то что делать с дорогами до сих пор непонятно. Вот так вот, да? Жесткий такой черный юморок, но, в общем, уместный. Во время разговора с Вячеславом Сергеевичем я озвучил две цифры, которые, в общем, толком никто не знает, сколько денег выделено на дороге. Кто-то сказал, что миллиард, кто-то сказал, что 400 миллионов. Вот что сказал касательно строительства дорог глава администрации города Брянска. И с последующими вашими комментариями. На сегодняшний день то, что мы имеем, это 142 миллиона рублей с Дорожного фонда, которые мы еще подтверждение не получили, но они в бюджете уже нашего региона, области прописаны. Вот, на капитальный ремонт Первомайского моста. Мы ждем эти деньги буквально со дня на день. То, что касается самих дорог, 242 миллиона рублей из Дорожного фонда выделено на дороге города Брянска. Мы из всего этого минусуем порядка 100 миллионов рублей кредиторская задолженность прошлых лет. И остается на эти цели, можете сами посчитать, сколько. Я все-таки надеюсь, что финансово будет добавлено. Вот после визита председателя правительства в Брянскую область, такие просьбы были Александру Васильевичем Богомазом отрисованы. И как бы сегодня уже в комбинетах министерств вот эта вот просьба проходит, мы ее, так сказать, или структурные подразделения области осуществляют, отслеживают решение этих вопросов. И безусловно, мы надеемся, что будет какое-то добавление. Пока по сумме не могу сказать. Мы сегодня для того, чтобы привести дороги города Брянска в надлежащее состояние. Город Брянск не получал на протяжении последних 10 лет достаточных средств на выполнение этих задач. Даже те дороги, которые были выполнены два года назад, мы знаем, вот и проспект Московский, вот выполнялись работы улицы Калинина, вот, Станка Димитрова. Сегодня их нужно тоже самое. Появилась Калийность, вот, появились ямы, вот, которые мы вот пытались и в зимнее время как-то холодным асфальтом их ликвидировать. Но сейчас пришло время, когда нужно полномасштабно эти работы выполнять. Но, тем не менее, ямочный ремонт все же по-прежнему будет актуален. Ну, вы знаете, от этого мы пока не уйдем. Чисто по той причине, что как раз недостаток финансовых средств не позволяет нам выполнять работы, вот, именно большим, большим капитальным ремонтом или большой реконструкцией. Ну, так что, цитируя моя фраза насчет того, что я плачу налоги, где же мои дороги, будет она? Ну, насчет черного юмора. У нас вообще, еще раз говорю, возвращаясь к началу нашего разговора, желающих поерничать достаточно много. Тяжело вот с теми, кто поработал, поскольку работать и что-то реально сделать гораздо тяжелее, чем покритиковать кого бы то ни было. Ну, судя по всему, вот то, о чем больше всего говорят, говорят, знаете, даже не о качестве дорог, которые сегодня мы имеем, да, в Брянске, а говорят о том, что уже много лет не заходили во дворы на периферийные дороги. То есть там разруха такая, как будто после бомбежки в некоторых случаях. И мы застанем хорошие дороги. Вот ваше субъективное... Давайте будем так говорить. Вот я уверен, знаете, в чем? У нас главная проблема, нам надо научиться хорошо работать. Всем. Начиная от телевидения и заканчивая теми, кто там копает траншеи, там, я не знаю, варит там, вот, как я там когда-то, в студенчестве, там, какие-то конструкции и так далее. Научимся нормально работать, научимся получать нормальный продукт от этой работы. Тогда не будет вот те улицы, которые он упоминал, да, Станки Димитрова, Калинина и Московский проспект. Да, там есть... Вот почему армяне строят, да, вот, делают дороги? Там дело не в армяне. Я не понимаю, что не в армяне. По национальному принципу работников дели. Я понимаю, но это ближе к нашим телевидениям. Ну, там организация, да, была, в общем-то, возглавляемая. Строют они, но ремесленники хорошие, у них это, у них руки какие-то другие, наверное, да. Почему? Вот построили подвыборы Денина дороги, Калинина, оп, сделали, да, и все, ее уже нету практически. Да, там едешь как будто в Чили после прихода Пиночета, после бомбы. Мы, кстати, вот на комитете тоже обсуждали этот вопрос. Есть пятилетняя гарантия. Да. Все о ней говорят. Ну, получилось так, вот мы начали задавать вопросы, а непонятно, какая структура вот конкретно должна эту гарантию требовать. Мне очень хочется, чтобы эта шутка про асфальтовый кладчик, она потеряла свою актуальность. Мне тоже очень хочется. Я тоже езжу по этим дорогам. Будем надеяться, что все-таки у нас сейчас и капитан на корабле региональном достаточно такой требовательный человек. Посмотрим. Я думаю, настало время задать вам вопрос. Просто через зрители не поймут, если я этого не сделаю. Вы, Виктор Григорьевич Гринкевич, человек самодостаточный, вы выдвинули свою кандидатуру на предварительные выборы на пост губернатора региона. Вот именно потому, что вы человек самодостаточный, у меня и вопрос к вам такой. Для чего вам это надо? Это ноша, во-первых, с одной стороны. Раз. Во-вторых, вам придется ведь, участвуя в выборах, поскольку каждая программа любого кандидата состоит, образно говоря, из двух частей. Одна часть обещающая, другая часть критикующая. Вам придется и критиковать, и обещать. Поэтому хотелось бы услышать ваше обоснование такого решения. Ну, вы представили меня вначале, да, что я возглавляю общественную организацию предпринимательскую. Я хочу вот что сказать. Вообще вот этот слой людей, предпринимателей, на мой взгляд, он сейчас отношение к нему и к этой деятельности как таковой, как деятельности человека, Больше негативное. Испытывает, мягко говоря, такую неадекватную оценку. Я в этом уверен. Так получилось, что я в жизни и там родине служил, ходил в погонах и работал на предприятии, на производственном. И в политике, вот в общественной деятельности как-то там вот участвовал и определялся. Я могу на проблемы смотреть как бы с разных сторон. Отношение к предпринимательству, оно, в общем-то, формировалось в 90-е годы, когда туда хлынули все, кому не лень. И это была деятельность такая легких доходов, как-то оказалось. Абсолютно неконкурентная среда, то есть тот, кто успел заскочить куда-то там поближе к чему-то, к каким-то материальным ценностям, быстро богател и также быстро и безалаберно все это тратил. Все эти вот малиновые пиджаки и прочие вот эти бредни. Причем это были люди, как правило, не производственники. Поскольку производство предполагает достаточно серьезного отношения к тому, чем ты занимаешься. Люди, которые там перепродали вагон селитры в Польшу и, как там было говорить, поднялись вдруг там... Срубили бабла. Срубили бабла там и так далее. Вот эта вся эта лексика интересная. Они к деньгам относились. Настоящий предприниматель к деньгам относится очень серьезно и трепетно. Это такое же средство производства, как и любое другое. Как станки, инструменты, здания. Он относится к этому так же серьезно, как к персоналу, к людям, которые работают. Вы идете, выдвигаете свою кандидатуру для того, чтобы в том числе и реабилитировать имя предпринимателя. Совершенно верно. Ну, реабилитировать, наверное, он все-таки не обвиненный у нас, слава богу, пока. Но, по крайней мере, показать людям, что это люди достойные, занимающиеся очень важным, серьезным делом, от них во многом зависит и как бюджеты будут наполняться, и как люди будут трудоустроены. С этим разобрались. А критиковать власть будешь? Ну, естественно, вопрос вот в чем. Я просто за, поскольку не считаю себя просто там обывателем, незнакомым ни с чем, как работает эта машина, в том числе и государственная. Я все-таки более-менее считаю себя компетентным вот в определенном круге вопросов. И критика должна быть конструктивной. Надо не просто говорить, у нас плохо. А если ты в состоянии, то сразу подсказывают пути. Я в свое время, когда со студентами вот общался и со своими подчиненными, когда формировались вот это взаимоотношения появившегося частного бизнеса и структур государственной власти, там разного уровня, чиновничества, я всегда объяснял, что когда ты приходишь к чиновнику, ну, у него нет интереса тебе что-то помогать. Вот ни с того, ни с сего вдруг вот ты пришел такой нарядный. И вот ты должен прийти, во-первых, с внятным изложением проблемы, а во-вторых, как минимум с тремя путями ее решения. И пусть он сам выберет. И ему будет это приятно, поскольку, если он отвечает за какой-то сектор, проблема эта рано или поздно к нему придет. Он вынужден будет решать, оторваться там от чая своего там или что там. И если ты пришел уже с какими-то предложениями, как это еще и решить, то получить ответный, положительный результат гораздо больше шансов. Хорошо, мне понятны и посылы, и позиция, и причины вашего действия. Я надеюсь, польза для всех будет от этого. Ну, и для меня, естественно, и для тех людей, которые будут это видеть, слышать, пытаться понять. Ну, и в конце концов, кто придет голосовать, ни у кого не отбирает же право голосовать там за тех, кто понравится или чьи доводы будут там внятными какими-то, понятными людям. И, наконец, завершение нашей программы об одной дате. У нас на выходных день защиты прав потребителей. Наша съемочная группа отправилась на улицы нашего города и поинтересовалась у прохожих, какие, по их мнению, их права, как права потребителей, прежде всего, ущемляются. Какие ваши права, как потребители, чаще всего нарушаются? Никакие. Я слежу за своими правами. Допустим, в ротовых товарах, в супер-ипермаркетах очень много просроченного товара. Ну, то есть, брать из такого. А если брать из товара вещевого, то очень часто обманывают по производителю. И вежливость в магазинах должна присутствовать. К сожалению, ее часто нет. Мои права не нарушали. И так я как-то возвращала в линию продукты. То есть, сразу меняли, без слов, ничего. Вот когда возвращаем, да, бывает такое, что не хотят брать. Вот пока особенности чека нет. Скорее всего, это отказ в приемке товара ненадлежащего качества сразу. Попытки затянуть этот момент, да, и отправить на непонятную экспертизу, которая не предусмотрена ни законом, ни какими-либо другими правилами. Пожалуй, это и сама часто. Хамят иногда. Хамство недостаточно. Обсчитывают иногда. Да вроде бы не нарушалась, еще не сталкивалась, слава богу. Пока нет никаких проблем. Вы знаете, в последнее время я не замечаю, что они нарушаются. Довольно вежливо стало. Спасибо. Виктор Григорьевич, мне хотелось бы задать вам тот же вопрос. Как по-вашему, какие права, наши права, как потребители, ущемляются прежде всего? Ну, я бы сказал так. Я такой же, опять же, потребитель, да, как и все остальные люди. Мы вообще, вот когда кто-то что-то производит, вот я, как, допустим, там, руководитель предприятия, да, произвожу либо услуги, либо товары какие-то. Мы с вами, помните, говорили, что о работниках, об их отношениях. Нам каждому нужно понимать, что мы одновременно являемся и производителями чего-либо, ну, тех, кто имеет к этому отношение, и одновременно потребителями. Вот именно. Тех товаров, которые не мы производим, а кто-то. И, на мой взгляд, основные права, которые нарушаются, это, в общем-то, право нас всех иметь качественный продукт, когда мы приходим куда-то туда, где он производится, где его можно потребить. Не важно, что это такое. Всех продуктов это касается. Это и услуги, это и товары. Это и кино, это и лекарства. Это и кино, ну, лекарства тоже, товары его продают, да, хотя специфический. Поэтому вот это главная, наверное, основная проблема. И, на мой взгляд, она больше такая психологическая и этическая, что ли. Ты должен понимать, когда что-то делаешь, что это будут потреблять люди. А ухнется тебе потом. Все ходит по кругу, да, как говорят. Это точно. Да. Ты делаешь хорошо и отдал это кому-то, кто-то это потребил. Есть шанс, что и тот человек, который потребляет твой продукт, тоже делает что-то добросовестное. Как говорил Фрунзик Макартычан в известном фильме, а если мне будет хорошо, я тебя потом так быстро довезу, что тебе тоже будет хорошо. Мы все здесь взаимосвязаны, да. Дорогие друзья, у нас в гостях был Виктор Гринкевич, депутат нашей областной думы, человек, который на предварительном голосовании, правильно так называется, да? Правильно, да, предварительном голосовании, да, да, да. Выдал свою кандидатуру на пост губернатора нашего региона, человек, который возглавляет наше брянское региональное отделение общественной организации предпринимателей «Опора России». Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо вам. Ну, а нашу программу вы можете посмотреть как в повторах, так и на нашем сайте по адресу губерния.тв. Всего доброго, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!